В 2020 году так сложились обстоятельства, что майский сплав не состоялся, а июньский сместился на начало июля. Долго анализировали и рассматривали варианты, склоняясь к сплаву по сейму, но взвесив все за и против и практически полное бесклевье на любимой реке, решили, что оптимальный маршрут будет именно по родному пслу, на границе областей, в тех краях, где вполне неплохо сплавились летом прошлого года. Но маршрут немного решили удлинить, а заодно и пройти новый для себя небольшой участок, от села Броварки до Гадяча. В этот раз в нашей команде было 5 рыбаков, ко мне с братом и отцом примкнули Шурик и Серега. Друзья, всем привет! Сегодня 1 июля 2020 года и так поздно в этом году мы открываем сезон рыболовных сплавов. Будем ехать на Псел, думали может 7, может еще куда-то, но везде нету клева, совсем в этом году тоскливо-склевом. И решили, что оптимальный вариант Псел, тот же маршрут, немножко удлиненный, как и в прошлом году. Планируем плыть 6 дней где-то и пройти от Боброво, это Сумская область, Платина там, и до Гадяча, это Полтавская область. Сейчас грузимся в машину и выдвигаемся. Чуть раньше полудня выдвинулись в путь. Как раз к этому времени рейсовым автобусом Полтава-Сума приехал Шурик. Мы его забрали на автовокзале и отправились в дорогу дальше, где в условленной точке нас уже поджидал Серега. Доброго дня! А це хто? Доброго дня, Петрович! Встреча с Серегой, как всегда, была веселой и без взаимных подколок не обошлась. Мы были загружены, поэтому забирали его второй ходкой. Что ж ты не сговорчивый, седай. Давай! Ну, дорогой, не захотим на руки. Я что, не захотим, Саня на руки седать? Так вообще же он махает. Так, без удовольствия. 14.10, прибыли на место. Платина в Боброво. Сейчас разгружаемся и Дима второй ходкой будет вести, будет ехать за Серегой. Дальше ставим машину и отсюда выплываем. Погода жаркая, около 30 градусов, солнечно, но есть и облака. На вторую половину дня прогнозы передавали облачно. Ворох вещей у нас, как всегда, был внушительным, поэтому и в машину мы поместились с трудом. Пока Дима ездил за Серегой, мы неторопливо накачали лодки. Чуть раньше 15.00 вся команда была в сборе. Собрав лодки и все снаряжение, принялись накрывать традиционную поляну, дабы, как полагается, отметить приезд и начало сплавного сезона перед отплытием. Так, ну уже мы собраны, лодки накачаны. Дима только что с отцом сходили в селыще, поставили у людей машину, там, где мы в прошлом году оставляли, решили. Так, провели гидролиз и сейчас будем отмечать приезд. Так, вот такая у нас полянка. Бутербродики, помидорчики, сальцо. Давайте за рыбу, хай вона не знаю, что мы приехали. Уже в начале четвертого, после того, как Дима с отцом поставили машину, а мы все собрали, сели обедать и отмечать приезд. Посидели, как обычно, душевно, никуда особо не торопясь. А также, не забыв перед отплытием, задобрить водяного. Сашко задобрил водяного, теперь я вот рюмочку взял и тоже пойду задобрю водяного. В прошлый раз задобрили, в прошлом году. И, в принципе, клев был неплохой. Неплохой, водяной. Ну, мы ждем, что ты к нам будешь щедр и благосклонен. И по погоде, и по местам, и по рыбалке. Ну и делимся с тобой. Без 10.5, приезд уже отметили. И сейчас выходим на воду. Водки на берегу. И мы стартуем сейчас, уже мы загружены. Гобой жиган! Хочу подшелать! Ровно в 17.00, в отличном настроении, под аккомпанемент веселых песен, выдвинулись в путь. Решив идти практически синхронно, без больших разрывов. Первыми пошли мы. За нами Серега, а уже за ним Шурик и отец. Вот мы отчалили от плотины Боброва. Так она выглядит. Это крайняя плотина в Сумской области. Ну и плывем вниз по течению, в сторону Полтавской области. Два слова о снастях. У меня один спиннинг, это Головлина. Это фаворит Arena Stream, ТС-310. И катушечка здесь стоит Shimano Stradic 2500. Это для Головлиной рыбалки. И вторая, это щучья рыбалка. Твичинг. Здесь стоит более тяжелый спиннинг. Это фаворит New Spirit. Тест 7.24. И катушечка здесь стоит. Фаворит Sirius 2500. У Димы тоже два спиннинга. Один из них это фаворит X1. Тест 4.18. Это на щуку спиннинг для твичинга. Второй, это фаворит Synapse. Универсалка фаворит Synapse. Тест 2.12. Катушечка здесь тоже фаворит X1, как и спиннинг. 2.500. А здесь Shimano Naske 2000. Вот такими снастями будем рыбачить в течение 6 дней нашего сплава. Ну что, вперед будем делать наши первые забросы. И первые попытки поймать какую-то рыбу. Я поставил блесну со старта. Это шостка Spoon Bay. Такой ходовой расцветки. Черная блесна, красная попка. И так как сейчас средина дня. 5 часов. То пока будем пробовать на головля делать забросы. Места такие очень головлиные, я бы сказал. Поэтому хотелось бы сегодня что-то поймать. Я не знаю, будет ли уха у нас по плану шашлык вообще. Но рыбку тоже сегодня поймать бы хотелось. Тем более места такие очень перспективные. Опа, есть первая поклевочка. Головлика. На шостка Spoon Bay. Такой голавлик. Грамм 200. Схватил. Он есть в таком месте. Ну на уху возьмем. Такой вполне приятный рыб. Шостка Spoon как всегда рулит. И мы уже с уловом сегодня. Тактика попробовать поначалу поупираться в белого хищника сработала безотказно. Сперва я разловился голавликом. А очень скоро своего лобастого малыша поймал и Дима. Как всегда нас не подвели блесны от шостка Spoon. Так, ну такого отпуска. Ой, не там мальчик. Опа, есть подсел. Сидит или я не пойму. Сидит что-то. Что-то сидит. Оно мелкий. Главлик-то он так на течении просто сразу сопротивлялся, как вроде большой. Ну такой, наверное. Грамм 100. Малыш, будет 100? Ну плыву до дома. Вот чем еще славится этот маршрут, это своими пейзажами. Просто вот так вот сосны, березы. Уже который год подряд нас не переставала впечатлять красота здешних пейзажей. Дело шло к вечеру, и я не упустил возможность переключиться немного и на твичинг в надежде на щуку. Дима продолжал упираться в блесенки, и ему неожиданно влетела нетрадиционная для спиннинга белая рыбешка. Густера. Вот Дима поймал оригинальную рыбу, густеру. Тоже на бей, сейчас в Каспуновске. Вот блесна ловит все. Густерочка. Прикольно. Ну что, друзья, плывем с Димой первый час. Я не скажу, что рыбалка у нас пока плохая. У нас счет 2-2. У меня два голавлика. У Димы один голавлик и густера. Сейчас попробовали включить твичинг с Димой. И я думаю, твичинг стоит пробовать, потому что у меня был выход щучки. Ну, у малышки небольшой Димы был выход щучки. И у меня вот, вы видите, этот кадр был выход окуня. Окунь такой, я не знаю, грамм 300-400. Ну, кабан реально выскакивал нам от склада. Но досадно не засел. Опа, вот она поклевочка щупака. Щупак, конечно, отпускабельный. Совсем малышонок, но он есть. Ну, не знаю, 200 грамм, наверное, первая щучка. Так, эта щучка я взвесил. 250 грамм, конечно, отправляется домой плывить почти. Щучья рыбалка, к сожалению, так сегодня толком и не пошла. И ограничилась одним мелким шнурком и парой холостых выходов. Зато, несмотря на вечернее время и приближение заката, активизировался голавлик. В основном летали малыши, но и вполне приятные лобасты порой радовали своим вниманием. Вот и у Димы поклевочка примерно здесь же, ну, чуть побольше. Головлик, наверное, грамм 200-250, да, наверное, такой, как мой. Первый у него мио, шостка спун сработала. Вот такой, как мой первый, да, где-то? Опа. Такий сел, головленыш такой, грамм 150. Головленый взвесил, это 170 грамм, и мы его отпускаем домой. К без 5-8, пройдя за вечер 4 километра, причалили к запланированному месту для ночевки, которое мы хорошо помнили по прошлогоднему сплаву. Здесь была и уютная поляна, и отличный столик, и лишь горы мусора портили общую идиллию. Разгрузившись, не упустили возможность освежиться в теплой кристальной водичке. К этому времени, спустя минут 20, причалил и Серега, у которого тоже рыбалочка сложилась сегодня вполне неплохо. Шучка, она почти такая, она аж пластмассовая. Если мы планировали готовить уху, то уха была бы точно. В общем, сейчас будем ставить лагерь, собирать дрова, ждать ребят. В общем, мы проводить замечательный вечер первого дня открытия сезона сплава в 2020. В течение часа мы с Серегой поставили лагерь, насобирали дров и уже приступили к приготовлению ужина. Но у нас, как всегда, без приключений не обошлось. Шурик с отцом причалили в дружной сцепке уже по-темному, на полном расслабоне, спустя полтора часа после нас. У мужиков сегодня рыбалка не сложилась, но это их абсолютно не печалило, и они были в отличном настроении. Пока они разгружались и ставили свои палатки, к половине одиннадцатого мы уже доготовили ужин. Шашлычок из опеченных фольги, головля и щучку. И дружно сели за стол отмечать открытие сезона сплавов. Так, ну за шашлычок за наш. Петрович себе на... Первый на сплаве. Так, выпьешь же за кибернетикой, мне нравится тост. За начат сезона. Глупці, выпьем за Украину. Давай. За Украину. Вообще-то в Грузии первый тост за Грузию всегда. Но мы за Грузию не будем. За Украину. За Грузию не будем. За Грузию не будем. За Грузию не будем. Ну уже полдвенадцатого вечера. Мы покушали, поужинали. В общем, так закончился наш первый день нашего сплава. Открытие сезона сплавов. Ну завтра будет новый день. Новая рыбалка. Посмотрим, как нас будет радовать. Надеюсь, река Псюл. На этой положительной ноте закончился первый день сплава, в который мы прошли 4 километра нашего маршрута. А завтра нас уже ждали новые приключения. Доброе утро. Начался второй день нашего сплава. Второе июля 2020 года. 5.40 утра. Проснулись. Собираемся. Сейчас будем стараться оперативно позавтракать и пораньше выплыть хотелось. Пока нету жары, пробовать порыбачить. Погодка тихая. Солнышко. Немножко облачка даже есть. Полная тишина и идиллия. Поют соловьи. Несмотря на вчерашние долгие посиделки далеко за полночь, сегодня в планах был ранний подъем с надеждой выплыть пораньше, дабы не рыбачить в самый солнцепек. Поэтому на завтрак решили обойтись чаем с бутербродами, в довесок к которым Дима решил запечь на скорую руку пойманную вчера густерку. Позавтракали довольно оперативно и уже в начале 8 утра начали потихоньку отчаливать. 7.20 утра. Довольно рано уже выдвигаются. Отец первым вот пошел. И за ним следующим будет Серега идти. Он тоже уже собран полностью. Сегодня вперед решили отпустить Петровича, а за ним Серегу. Дабы не плыть одной толпой, мы с Шуриком не торопились и еще около часу собирались и купались на отличном пляжике. Но вскоре к нам наведалось стадо местных коров, поэтому мы поспешили оперативно выдвигаться тоже. 8.30 утра. И мы с Шуриком тоже выдвинули в путь. Так что, включаем мы воблерную и колебалочную тему на щучку и головля. Так, мы начинаем рыбалку на щучку делает забросы, я на головля. Так, вот Шурик сегодня первым отличился на нахлость и поймал гиганта головля. А сегодня? Сейчас, пиццу, ему отпускает. Он не всех головлей солит, он отпускает чуть-чуть. Головлики проявили себя достаточно скоро. Сперва у Шурика на нахлость, а затем и у меня на микроколебалочке. Оба, первая поклевочка состоялась, головлика в траве, на шостках спунбей. Без удара, без ничего, такой головлик грамм 200, может, с чем-то взял. Опа, следующая поклевка, головленыш в этот раз малыш, мелкий, наверное, там грамм 100, без удара. Но, тем не менее, второй сегодня, шостка спунбей, в очередной раз отпускаем этого малыша. У Димы, к сожалению, твичинг пока результатов не приносил. А у меня буквально со второго заброса магического Макс Квада схватило зубастая. Опа, есть еще парик. Видно было, что место перспективное, и такая щучечка для ухи пойдет сегодня. Граммиков 600, наверное. Это, ну, я думаю, можно без подсак. Грамм 600, да, 700, может, даже. ЖКл Макс Квад 115. Так, ну, мы прошли первые, наверное, часа полтора по реке, прошли пару километров. Сейчас мы рядом находимся, мы с Димой, отец, там дальше Серега. И мы сейчас причалимся на маленький перерывчик, отдохнуть, покупаться. Вот, какие у нас результаты. У меня в активе три голавлика. Вот, отец ничего не поймал, Дима ничего не поймал. Одну верховодку. Серега поймал щучку. И у него, у Сереги сегодня было такое самое интересное событие. У него был сход крокодила на глубинный кренк. У него схватилась щука, по его словам, килл пять. Отец-то все видел. И обидно, досадно сошла. Так, вот у Шурика поклевочка. На нахлыст красивая. Но голавлик небольшой, да, наверное? Но сопротивление замечательное. Такой там грамм 150, наверное. Отпускаем. Не солим. Время потихоньку дотикало к четверти одиннадцатого. Ожидаемая жара пришла очень скоро. Поэтому на немногочисленных по этому маршруту пляжах нельзя было упускать возможность для купания. Тем более на отличном месте со столиком был повод сделать остановку и отметить по крови. Так как большинство из нас уже сегодня разловились. Короткая остановка на перекусон. Это пока не обед. За выполнение целей. За выполнение поставленных целей. Двенадцать часов. Начало первого. Пять минут. Выплываем с нашей... Такой как бы ланча нашего короткого перекусона. Выплыли после купания и небольшого перекусона. И продолжаем рыбачить. Оба есть красивая поклевка головля. Небольшой такой, может грамм двести, но тем не менее выскочил красиво. Вот такой головлишка. Двухсотграммовую головлю отпускаем. Хай живет. Потихоньку близились к селу Каменное. Время подходило к обеду. Мы с Серегой шли рядом друг с другом. Клев был в целом неважным. Но тем не менее с переменным успехом каких-то небольших головлят мы периодически на колебалочке выхватывали. Так, вот и Дима поймал нашостка с Кунбэй первого головляка сегодня. И первую свою рыбу сегодня, если не считать верховую. К началу третьего с Серегой подошли к такому месту уже на подходе к Каменному уже. Здесь такой выход довольно сложный по ступенечкам. Но место классное, со столиком. Все как положено. К половине третьего уже в полном составе причалили к этому месту и несмотря на обрывистый выход решили, что обедать будем здесь. Первым делом естественно искупнулись и тем самым освежились. Наверху нас ждала замечательная беседка и импровизированный мангал, где мы принялись готовить на обед макароны по-флотски. Так, обеденное время. Мы как раз приготовили нашу еду и садимся обедать макароны из салата. Пол шестого, отчалили после обеда уже. Первыми пошли мы с Серегой. И дальше у нас в планах остановка в селе Каменное для того, чтобы заправиться водой. И дальше идем буквально километра полтора и становимся на ночевку на беседке, где обедали в прошлом году. Начинаем нашу рыбалку после обеда. С твича. Рыбалка после обеда, к сожалению, пока не складывалась и запомнилась лишь сходом одной щучки. К началу седьмого мы миновали мост в Каменном, причалили к обширному пляжу в селе и сходили с Серегой заправиться питьевой водичкой. Пополнив запасы, двинули дальше, уже в поисках места ночевки. Выплываем дальше, там впереди есть место с беседкой. Может быть там остановимся на ночевку, так как время уже шесть вечера. Так, ну это моя первая гиперрыба после обеда. Дима уже такую поймал. И я вот достаю. Просто такие красавицы голов. Этот голов, конечно, сейчас же плывет домой моментально. Вот у нас по маршруту к 7 вечера появился такой вот пляжик. После остановки в селе клев так и не настроился. Спустя полчаса на отличном пляже и месте с обширной поляной и беседкой остановились на ночевку. Благо здесь чудом оказалось свободно. Ну и первым делом, конечно же, искупнулись. Даже вечером, после 7 вечера, очень приятно окунуться, освежиться. Жара стоит нереальная, водичка теплая, теплая. Половина девятого, уже все прибыли на место. Все дружно разбиваем лагерь. Сегодня у нас по плану таки уха. У нас есть окунь, у нас есть головли, у нас есть щука. То есть замечательный набор для ухи. Вот сейчас с хозяйственными вопросами справимся и вперед заниматься готовкой. К 9 часам вечера мы уже справились с постановкой лагеря и всеми хозяйственными моментами. А также приготовили все ингредиенты для готовки ужина. Первой в этом сезоне ухи на сплаве. Готовили ее по традиционному рецепту шурика. С салом и рыбьями головами для первоначального навара и добавлением рюмки водки в конце. Так, ну ушичка готова, осталось настоять. Ну что, за щучьи головы. Пока ушичка настаивалась, уже традиционно сделали легкий перекусон и в ожидании основного блюда пропустили по пару рюмах под щучьи головы, которые вынули заранее. Уха готова, садимся ужинать. На этой ноте заканчивается второй день нашего сплава. Ну и завтра будет уже третий день нашей рыбалки. Не пропадает? Не пропадает, не поевает. Не пропадает, не поевает. Вот это треба снимать. Вечер сухой, как и полагается, был веселый и продолжился с задорными песнями и танцами. Спать разошлись и сегодня поздно, уже после полуночи. По маршруту в целом шли неторопливо, но уверенно. Сегодня у нас в активе было 6,5 километров. Доброе утро, друзья. Сегодня 3 июля. Начался третий день нашего сплава. Время 6.20 утра. Проснулись и потихоньку собираемся в палатках. Сейчас будем готовить завтрак. Наверное, сегодня сделаем овсяночку. Ну и будем продолжать наше рыболовное путешествие. В третий день тоже особенно не отсыпались. Несмотря на то, что вчера долго и весело гудели за ужином. Из-за жары надежда была только на утренний клев. К половине восьмого мы садимся завтракать. Овсянка с колбаской и чаем. Овсянка, сэр. Пару слов для прессы. Как проходит сплав? Сплав проходит в пьяном угаре. Если вчера у меня такая трофейная щука зійшла, как ты думаешь, что у меня должен быть на вечеринке пьяный угар? Че пьяный угар, а? Пьяный угар. Ну вот ужас. 8-10. Уже лодки на берегу. И мы стартуем. Начинаем нашу рыбалку сегодня. Хоть и проснулись рано, выплыть удалось лишь в начале 9-го, когда уже припекало солнышко. К сожалению, попытки твичинга результата не принесли. Поэтому в скором пришлось переключиться на лайтовые комплекты. Вот у меня наконец-то первая поклевочка. Поставил паперочек, вжакал чаби-поппер и взял полосатый разбойник Акушара. Вот такой ладошечный. Долго ничего не клевало. И вот она первая рыба. У Димы утром рыбалка не задалась. Еще и неожиданно подвел любимый спиннинг. Непонятно каким образом обломилось нижнее колечко на синапсе, что существенно снизило комфорт рыбалки. Пробуем рыбачить на поппер. Так как знаем, что примерно в этих краях ребята на поппер ловили неплохо. Так, опять взял Акушара на поппер. Такой, как тот, может быть чуть-чуть меньше. Ну, такой ладошечный размер. Вот, Акунек. Так, вот на попперочек взял и голавлик. Сегодня сменили тактику рыбалки. Если в предыдущие дни безусловными фаворитами были колебалочки, то сегодня на них рыбка отзываться особенно не хотела. В ходе экспериментов поняли, что сейчас у рыбы в почете топ-вотеры. Как у Акуньков, так и у голавликов. Так, мы причалили к такому вот развороту реки. Здесь такой шикарный пляжик, песчаный. Вот, и здесь, наверное, сделаем остановочку на купании. Немножко передогнем сейчас. По рыбалке сегодня не особо успешно. У меня 4 рыбки, это 2 окуня и 2 голавлика. У Димы в активе только один малыш-голавлик и все. Так, ну, покупались и продолжаем нашу рыбалочку. Места такие идут перспективные, закоряженные, интересные. Конечно, уже жара наступает по полной, поэтому активность не факт, что будет хорошая у рыбы. Но будем пробовать. Серега тоже поймал пару малышей-голавликов. Сегодня на ваблерочек, на усами шикиму. Вот поклевочка первая. После того, как мы покупались, и это опять гигант-головленыш. Мелкие голавлики на перспективном лесистом участке реально на папирок клевали неплохо. Реакции были на каждом забросе, но реализация хромала. К сожалению, с целью экономии заряда пауэрбэнков, снять моменты поклевок не всегда удавалось. Еще и вторая камера подвела и отказалась работать. Головлята также активно хватали и ваблерок салматини у Димы. Иногда пробовали твичить. И ближе к обеду Дима даже дождался результата. Поклевочка щучки, но усамина Генната, он такое вытворяет свечи. Вот. Тянул ее я. Щучка полкилушка, но Дима решил ее подсачить. Усамина Генната сработал и вот он. Вот вроде маршрут дикий, но все равно вот пятница и байдарочники проплыли. То есть байдарочники даже здесь есть. К половине первого, пройдя около трех с половиной километров, на высоком пляже с небольшой поляной, где было место нашей крайней ночевки прошлогоднего сплава, решили делать остановку на обед. На обед готовим картошку. Поставили уже на костер. Ну и как всегда к картошечке будет у нас салат, помидоры, огурцы. Ну а мужики тем временем купаются. Так как было реально очень жарко, особой спешки у нас не было. Пока готовился обед, мы еще несколько раз искупнулись и за трапезу сели ближе к трем часам. А потом еще около часу отдыхали. Ровно четыре часа, мы уже пообедали, немножко отдохнули, искупнулись, собрались и плывем дальше в путь. Уберемся за спиннинги и вперед. Пока еще жара, будем пробовать соблазнить головля. А я переключился с попером на волкер попробовать. Чаби Пенсер, проверенного прошлыми годами, поставил. Опа! Выход красивый, но... Ох, блин, нещупный. Несколько красивых выходов неплохой рыбы подарили надежду на то, что волкирок сегодня порадует. Но не тут-то было. И хоть я долго и настырно упирался в топ-вотер, на проверенную приманку мне удалось поймать всего лишь пару отпускных малышей-галавликов. Так, естественно, этого галавлика мы благополучно отправляем в дом. Так, вот мы доплыли до такого интересного места. Это граница областей. Вот такой вот как бы завальчик по реке, он как раз идет по границе. Диму взял галавлик. Небольшой малыш, 100-граммовый, уже третий в этот раз, бейкали, балочка. Ну, естественно, этот малыш благополучно отправляется домой. Постепенно приближались к селу Бобрак. На маршруте встречалось достаточно хороших пляжей и уютных мест. Но и отдыхающих уже было немало. Был и забавный случай. Нашу лодку обогнали на веслах две юные симпатичные девчонки. Аккурат перед нами они остановились, включили музычку и устроились в лодке загорать. Но мы, как говорится, мышей не ловили и проплыли мимо. То ли как примерные семьянины, то ли как застенчивые ботаники. В общем, солнышко потихоньку клонится к горизонту. Мы приближаемся к тому месту, где мы заканчивали наш сплав прошлого года. В селе Бобрак. Проплываем вот такие какие-то оранжевые кабеля. Уже третий кабель. Может быть, если кто знает, что это такое, напишите в комментариях. Чего их приимают на какие-то? То есть, как кабель какой-то оранжевый идет через речку и почему-то в воду опускают. Не совсем хорошая эта фигня, потому что на нем задерживаются водоросли. Ну, уже третий такой кабель мы проплываем в течение последних километров двух-трех. Едва пересекли границу Полтавской области, как попали прям в паутину этих оранжевых кабелей, которые пересекали реку с завидной регулярностью, собирая на себя горы водорослей и порой создавая затора. Как мы позже узнали, это кабеля геологоразведки, которая активно велась в этом районе. Вечерело. Пора было присматривать место для ночевки. 19.15. Причаливаем к такому местечку с беседкой. И, наверное, здесь будем останавливаться на ночевку. Местечко вот такое зачетное, классное. Вот. Такая беседка. Класс. Здесь причалились лодками и здесь будем готовить ужин сегодня. Так, такую кучку дров мы насобирали. Так, как собираемся тушить рыбу. И на тушение рыбы нужен пионерский костер, много углей. Сегодня нам несказанно повезло. Так, как в пятницу перед выходными, при хорошей погоде, практически рядом с населенным пунктом, нам удалось найти просто шикарное свободное место с отличной беседкой. К 8 вечера мы уже разбили лагерь. Оперативно собрали дрова и были готовы начинать заниматься ужином. 22.20. Рыба готова. Вот такая красота вышла, получилась. Рыбу с овощами приготовили по нашему традиционному рецепту. С соусом из майонеза, кетчупа и горчицы. Ссылочку на видео рецепта смотрите в описании под видео. Ужин отсели в начале 11 вечера. И сегодня были мысли лечь пораньше. За тушку. Первую в сплавном сезоне тушку. И сегодня у нас без традиционных веселых вечерних песен не обошлось. Все дружно. Там по периметру горят фонари, И одинокая гитара поет. Туда зимой не приплывут головли, Там верховод. Ну вот, друзья, закончился третий день нашего сплава. Это как раз экватор прошел сплава. Впереди еще у нас планируется 3 дня. Прошли где-то чуть меньше половины по маршруту. Медленное течение. Но надеемся на версталь. По рыбалке слабенько. Конечно, там больших успехов нет. Рыбка периодически поклевывает. Попадаются головлики, попадается иногда щучка. Кушки на покушек ловим. Но гораздо хуже, чем было здесь в прошлом году. Сейчас мы ложимся спать. Всем спокойной ночи. Завтра будет новый день рыбалки. И я надеюсь, он уже нам подарит какие-то новые успехи. Поэтому до завтра. Пройдя за день 8 километров и отлично посидев за ужином, спать разошлись в хорошем настроении. Еще даже не предполагая, что эта ночь у нас будет веселой и выспаться не получится. Доброе утро, друзья! Начинается четвертый день нашего путешествия, нашего сплава по реке Псел. Время сейчас 5.20 утра. Мы проснулись. Сейчас будем заниматься готовкой завтрака. Ночью сегодня спали все плохо, потому что буквально здесь вот рядом, в 100 метрах от нас, всю ночь шла, наверное, геолога-разведка какая-то, гудела техника громко. Вариантов отоспаться сегодня не было ни у кого. Около трех ночи прям в палатку начал пробиваться яркий свет прожекторов. Игул стоял такой, что сразу было непонятно. То ли прилетели инопланетяне, то ли начались боевые действия. И только с рассветом мы разглядели, что это техника геологов. Так, тем временем мы поставили котелочек. Будем делать чай. И ми-вину на завтрак. Утром показалось, что меняется погода. Появились облака и даже начал пролетать мелкий дождик. Без 27 завтрак был готов. Снова не обошлось без приключений. И я каким-то непонятным образом перевернул Серегину порцию и чуть не лишил его завтрака. Но товарища мы голодным не оставили. И поделились с ним. Да, так оказалось, что Серегина тарелка как-то прилипла к доске и проворнулась. Чисто случайно. Это просто так ненавязчиво... К 7 утра мы уже были практически собраны и дружно сели завтракать. Сегодня снова хотелось выплыть пораньше. И уже спустя минут 20 мы с Димой стартовали. Отец и Серега тоже были готовы отплывать. Шурик традиционно никуда не торопился. 7.20 отчаливаем. Отчаливаем сейчас. Немножко пройдем. Около километра. И будем делать остановку в Бобрике. Потому что вода закончилась совсем. И надо в магазин. Так, мы уже с Димой выплыли. Идем впереди. Начинаем сегодняшнюю рыбалку. Периодически пробую поперить. На окуня, на голавля. Твичинг и поиск щуки в перспективных по прошлому году местах результатов не дал. И даже на мелкие приманочки за первый час рыбалки удалось лишь забагрить верховодку и поймать голавляка совсем неприличного размера. И это взяла гиперрыба. Гиперголавль. Шостка спунбей. И вот такой головлище ловится. Ну вот мы дошли до места финиша нашего прошлого года. Такая эпичная беседка. Тут мы будем делать остановку. Ждать ребят, идти в магазин, затариваться водой. К 9 часам причалили к беседке в селе Бобрак. Здесь была запланированная остановка. Для затарки водой, но и попутно для захода в магазин за продуктами и холодненьким пивком. Вернувшись через час, первым делом искупнулись. Освежились пивом и спустя полчаса выдвинулись в путь дальше. Так, к половине 11 мы с Димой отчалили дальше уже. В направлении села Плешевец. И будем где-то к часу, к двум дня искать место для обеда. Мужики еще пьют пиво. Ближе к полудню на участке, который шел вдоль села, активизировался голавлик. Сперва включились малыши и довольно бойко атаковали наши блесенки. Но вскоре в мелком заросшем травой левом берегу себя показали и рыбки покрупнее. Еще один голавленыш. В этот раз чуть больше. Грамм, наверное, 250. Такой трофейный по сегодняшнему дню. Вот, смотрите. Может даже до 300, да, будет? Такой. Головленыш. У меня, наверное, самый большой в этом сплаве. Нориес Руни и головленыш. Левочка. Хороший голавленыш. Ровно в 12 часов на прогонистом, казалось бы, бесперспективном меляке у Димы состоялась поклевка всего сплава. Вот это вот уже трофей. Маленькая блесна и такой... Такой трофейный, блин, голав. Вообще. За келушник кто-то будет. Это, конечно, прикол, что Дима на тапке в подсаде. Непонятно, что делает. Маленькая блесна Select Gamma, да, вроде? Ну, это моби-дик. Ну, же и келуха будет. Да будет келуха, да? Вот это рыба. Вообще, вот такая блесенка и такой мамонт. Мамонт голав. Вот это оно. Вот это голав. Шикардосный, шикардосный. Так, вот взвесим голавля. Весы, конечно, нифига не показывает толком. Но мне будет видно. Кило 290 гавалл. Кило 300. Малыши также продолжали клевать. Настроение было отличным. Но как же без ложки дегтя в бочке меда? Нежданно-негаданно на нас конкретно наехали геологи. Кто-то, видимо, из местных порезал их кобеля, о которых я вспоминал. А так, как мы шли сплавом по реке, то они подумали на нас. Пытались угрожать и вынесли мозг по полной. Но в кадр камеры все это не попало. Ближе к половине первого, чуть не доходя моста около села Пляшивец, причалили на обед. Вот такое интересное атмосферное место здесь сделали с лебедями, с качелькой такой. Вот. Сейчас будем делать костерок и готовить гречневую кашу. Какие результаты рыбалки до обеда? Ну, в целом, мы уже довольны. Если с утра вообще никак было, то ближе к обеду Дима поймал трофейного головля. Вот. Были у нас еще и мелкие головли. У меня там штучек семь поймано. Ну, Сереге тоже поклевывало, в принципе, головлики на колебалочке. Вот. Как-то так. У Шурика тоже на нахлыст расклевалось. Он поймал два неплохих головля в районе полкило. И там мелочи еще до десятка. За посадкой кучкуются облака и гремит. Прогнозы не передавали сегодня дождя, но температура воздуха плюс 34. Очень жарко, очень душно. И есть очень высокая вероятность, что таки пройдет грозовой дождь. Небо затянуло грозовыми тучами как раз на обеде. К моменту готовности нашего обеда небо затянуло свинцовыми облаками. Вокруг гремело. Иногда пускался небольшой дождик. Было ясно. Грядет на вечер какая-то перемена погоды. Обедать сели в начале четвертого. И спустя полчаса выдвинулись в сплав дальше. 16.30. Отчаливаем. Начинаем рыбалку после обеда. Сегодня суббота, выходной день. Поэтому на каждом пляже вот сколько людей отдыхающих. Учитывая тот фактор, что явно меняется погода, я снова решил включить твичинг, надеясь на щуку. Выяснилось не зря. И небольшая зубастая разбойница проявила себя своим присутствием очень быстро. Макс Кват 115 не подвел. Вот такая вот красоточка. Подходим к мосту в селе Клешивит. К 5 вечера пересекли и второй на нашем маршруте мост. Оказалось, что моя щучка сегодня не единственная. Очень скоро на маленький ваблерок Шакиму свою красотку поймал и Серега. А впереди у нас открывались впечатляющие пейзажи. Вот какая красота у нас вечером по маршруту. Это Покровская церковь, Покровский собор в селе Плешивец. Это пример украинского барокко. Вот кроме щучки попадается сегодня и голаврик. Вот такой малыш после обеда попался на фоне такого вот замечательного пейзажа. Естественно, такого малыша мы отпускаем домой. Вот еще одна поклевочка, еще одна рыбка и по-моему у нас снова оголовленыш. Вечерком рыбка была активной. У нас с Димой стабильно поклевывали лобасты. Серега так вообще отличился красноперым красавцем за полкило. И вроде казалось погода настроилась, но не тут-то было. Из-за деревьев показалась новая туча. Начала греметь и мы поспешили причалить к берегу, где искупнулись и решили переждать дождик. Пока зависли на вот этом месте, где ночевали. По-моему в 2015 году было. Или в 2016, не помню, на сплаве. Это была наша первая ночевка здесь. Пока идет небольшой дождь, которого вообще сегодня не передавали, но он идет. Пережидаем его. После дождя все-таки решили еще выплыть, проплыть немного. Какое-то же время и восьмой час. Но мы так здорово отстаем по километражу. Сегодня прошли всего 5 километров. Река стала шире. Течение почти остановилось. Чувствовался подпор плотины. Еще и уровень воды здорово поднялся. Погода активно портилась. Периодически пускался дождик, от которого мы прятались под ветками. Клев сошел на нет. Да и были видны здесь недавние следы браконьеров. Пора было присматривать место на ночевку. Ну пробуем причаливать на ночевку. Вот такое вот место. Столик. Здесь такие ивы. Вот такая полянка. Ну а тем временем уже на закате солнце. Солнце как раз показалось из-за облаков. Облака вечером полностью скрыли небо. Дождик и шел. Ну и мы здесь будем располагать наш лагерь. Контрольное взвешивание этого галавлика. Если конечно плохо работает. Но надеюсь будет видно. Кило триста тридцать показывает. К девяти вечера уже в полном составе причалили к месту ночевки. Сегодня по рыбалке день выдался неплохим почти у всех. Шурик тоже поймал несколько неплохих лобастых к ужину. Поставив палатки принялись заниматься готовкой. Сегодня в планах была жареная рыба. Процесс жарки пошел. Процессом жарки у нас традиционно занимался Шурик. Никого не подпуская к этому делу. Тем временем погода решила преподнести очередной сюрприз. Поднялся срывающий палатки ветер. Отовсюду гремело и сверкало. Казалось, что стихии не миновать. Рыбный соус уже доготавливали в экстремальных условиях. И только каким-то чудом бурю с грозой пронесло стороной. Так, вот такой красивый ужин у нас готов. Сразу накладывается рыбка. Потом накладывается соус. К половине двенадцатого сели ужинать. Трапезничали втроем. Отец за три дня устал. До глубокой ночи дожидаться готовности рыбы не захотел и пошел спать. Большая половина сплава была позади. Сегодня за день прошли семь километров. По общему километражу явно отставали. И в запланированные оставшиеся два дня явно не вкладывались. Поэтому уже рассчитывали еще на один седьмой день сплава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова